Всем привет! Мы на выставке Computex 2024. За моей спиной стенд компании Asus. И мы идем внутрь узнавать и смотреть все главные новинки этого лета. Одна из главных новинок Zenbook S16 в белом и темном исполнении. Обратите внимание на крышку. Новый материал, керамический алюминий. Ну и, конечно же, здесь главная особенность ноутбука, то что он тонкий, легкий и при этом очень мощный. В нем установлен процессор AMD AI-9. Процессор анонсировали буквально несколько дней назад. И он уже здесь. Отдельный чип с искусственным интеллектом для решения всех задач, связанных с ИИ. Обратите внимание, насколько тонким получился ноутбук. 16 дюймов, мощная начинка, при этом толщина всего 11 мм. И вот здесь можно в подробностях посмотреть, из чего же он состоит. По слоям разложили весь Zenbook. Система охлаждения, клавиатура, батарея. Все это представлено здесь в подробностях и в деталях. За моей спиной семейство продуктов Zen. Здесь у нас уже не только Zenbook, но к нему и добавился и Zenfone 11, и Zen Wi-Fi, и Zen Screen. Отдельно хотел бы обратить ваше внимание на монитор внешний Zen Screen Fold OLED. 17 дюймовый гибкий монитор. Основной сценарий использования этого монитора заключается в том, что ты можешь использовать ноутбук, а если тебе нужно расширять пространство, у тебя всегда есть вот такой компактный мониторчик внешний, который ты можешь взять с собой. Ну, фактически, по размерам это еще один ноутбук, но при этом он легкий. Здесь у нас все главные новинки семейства Zenbook. Полностью представлена линейка с самыми главными ключевыми моделями Zenbook S13, Zenbook Duo, Zenbook S16 и Zenbook S14. Отдельно хочу напомнить, что Zenbook S16 получил сертификацию Copilot Plus PC. Это говорит о том, что внутри членов с самым интеллектом, обладающий производительностью более 50 ТОПС. Линейка наших устройств для бизнеса ExpertBook B5 отлично зарекомендовала себя эта модель при решении всевозможных бизнес-задач. Имеет весь необходимый набор разъемов и портов. Также у нас здесь есть Chromebook. Chromebook обычно используется в школах для обучения. И вот здесь особенность как раз-таки отсоединяемая клавиатура. Тонкая, легкая, удобная. А здесь получается такой планшетный вариант. Ну, а, конечно же, главная новинка семейства ExpertBook это P5. Вот он у нас здесь представлен. Металлическое шасси. Тонкий, легкий, цельнометаллический. Очень стильный. Ну и при этом, конечно, опять же, обратите внимание. Все необходимые разъемы, которые могут потребоваться, они здесь присутствуют. Здесь у нас показан процесс создания крышки ноутбука. И используются переработанные материалы. Как раз-таки вот получается здесь, по ощущениям, это очень похоже на педали от велосипеда. Вот это награбли, нашли что-то металлическое, дальше сделали это плоским, придали этому очертания крышки, обработали и сделали это уже тонким, легким и так далее. Прошли все химическую обработку, ну и дальше уже нанесли цифровой принт. Мы натолкнулись на необычные продукты от Asus. И здесь у нас зарядка для электромобиля. 11 киловатт. Имеет два типа разъемов. Давай, вот я вот с этой стороны покажу. Вот так выглядит зарядка. Есть два типа для американского и европейского рынка. Также здесь сразу есть дисплейчик для оплаты и так далее. Камера для распознавания. Все в одном получается. Но еще одна интересная штуковина, это как раз-таки система видеонаблюдения для паркинга. Здесь установлена камера, ты ставишь ее на потолок на своем паркинге и можешь по камерам наблюдать за сохранностью своего автомобиля. Ну и продолжая тему необычных устройств, мы хотим вам показать еще одну зону, которая называется health care. Здесь приборы, которые Asus создает для медицинских нужд. Ну, Vivo Watch, я думаю, что некоторые из вас уже знают. А на самом деле есть еще интересные вещи, которые вы наверняка не видели. В первую очередь это ультразвуковые аппараты УЗИ. Посмотрите, сколько их. Полная линейка. Вообще есть все, что нужно для различных нужд, особенностей. Посмотрите, пять разных устройств представлены здесь. А с другой стороны у нас представлена система мониторинга. Они могут быть использованы, ну это, конечно, не для дома, это для больниц. Это такая штука, которая стоит у тебя в палате и собирает о тебе все данные в режиме реального времени. Показывает твой пульс, процент кислорода в крови, температуру, давление, вес. Все-все-все можно вот здесь мониторить в режиме реального времени. И есть еще такая система, если она статичная, то вот эта она такая более мобильная, на ноге. Здесь ты сразу можешь ее перемещать. Это для тех, кому надо, взял с капельницы вместе и пошел стареть или выздоравливать дальше. Мы пришли в зону с мини-ПК, и здесь у нас одна из главных интересных новинок. Это здесь даже написано NextGen AI Nuke. И внутри вот этого нюка находится процессор Lunar Lake, который еще официально не представлен. Но уже заявлено о том, что он будет иметь отдельно выделенный NPU с производительностью 45 Plus Tops. И это сделает его, конечно же, Copilot Plus PC. Ну и другие уже доступные на рынке устройства есть. Это Nuke 14 Pro и 14 Pro Plus. Ну и здесь уже мощное решение с Intel Core Ultra 9 или 7 и с графикой вплоть до RTX 4070. Игровые решения The Ultimate Force в черном и белом цвете. Топовая сборка с Intel Core 14-го поколения и с графикой 4070 Ti. Ну и, конечно же, отдельно вот здесь показывают материнку Back to the Future. Обратите внимание на то, как расположены все разъемы питания, а не с обратной стороны платы, для того, чтобы на выходе у вас получилась красота. И вот внутри корпуса белого как раз можно увидеть то, что проводов совсем нет. Линейка Wi-Fi 7 роутеров. Полный модельный ряд представлен, начиная от старших и флагманских моделей и уже по мере убывания. Линейка ProArt устройств. Ноутбук PZ13. Вот такой компактный 13-дюймовый ноутбук. С отсоединяемой клавиатурой. Она магнитная. И с обратной стороны вот такой есть вот кавер. Защитная подложка. Что-то тут у нас спрятано даже. Middle Green получил название вот этот цвет. А сама подставка и весь ноутбук получил защиту IP52 от влаги и пыли. То есть даже вот здесь вот, посмотрите, есть заглушечка. Там Type-C. И слот micro, не micro даже, SD полноценный слот. А рядышком у нас ProArt P16. Цельный шасси. Металлическое. Очень удобное. С делал падом. Ну и конечно же 3К OLED-экран. Просто откалиброван по высочайшему уровню для решения любых задач, связанных с созданием контента. Вся новая линейка ноутбуков ProArt получила процессоры AMD AI-9. Новые процессоры с отдельно выделенным искусственным интеллектом NPU встроенным. И производительность более 50 TOPS. Что, соответственно, говорит о том, что все эти ноутбуки попадают под классификацию QPILOT плюс PC. Ну и конечно же логотип ProArt получил обновление. Теперь он вот такой более строгий, я бы сказал, наверное, даже более взрослый. А здесь разве что стульчика не хватает, потому что хочется сесть и сразу начать создавать контент. Вот так выглядит, может выглядеть место современного креатора. У тебя здесь есть и ноутбук, и монитор, клавиатура, мышь и полноценный производительный десктоп. Для решения вообще любых задач, которые только можно быть. Третий ноутбук в семействе ProArt, PX13, 13-дюймовая модель. Тоже получил обновление, полностью новое шасси. И этот ноутбук умеет на 360. Все ноутбуки линейки ProArt получили большие тачпады. И обратите внимание, на каждом из тачпадов есть DL-Pad, такая сенсорная панель, которую ты можешь использовать для управления какими-то быстрыми действиями, клавишами. И можешь использовать ее при решении любых задач, связанных с созданием контента. У меня в руках очки AirVision M1. Вот так они выглядят. Снимается отдельно панель для затемления. И вот так здесь тоже еще у нас специально сейчас установлено. Мы попросили поставить нам дополнительные линзы. Если у вас зрение нужно как-то исправить, то вот здесь вы можете выбрать просто линзы, нужные вам, поставить сюда и использовать их. Если же у вас со зрением проблем нет, то можно использовать без линз. И сценарий, который мне понравился, как их можно использовать. Вот так вот мы одели, взяли оружие L.I., сели в кресло нашего самолета и полетели. И играем. Я на самом деле не смотрю на L.I. вообще. У меня свой монитор, большой. И можно... У меня тут гонки. Я путешествую. Вот, уперся в забор, посмотрите. Все, застрял. В зоне с ProArt продуктами мы нашли интересные кастомные решения. Это кастомные десктопы, внутри которых наши ProArt продукты. И посмотрите, здесь есть несколько вариантов исполнения, как это может выглядеть. Горизонтальный, вертикальный. Вот все, что можно просто представить, все здесь есть. Посмотрите, как круто выглядит. Очень стильно и занимает мало места. Чтобы собрать компьютер в стиле ProArt, нужно много разных компонентов. И они у нас есть. Система охлаждения в стиле ProArt и Asus представлена здесь. Посмотрите отдельно, вот даже логотипчик здесь на экране все выделено. Ну и линейка ProArt для сборок на базе компонентов Asus. За моей спиной расположились самые крутые технологичные мониторы в линейке ProArt. В первую очередь это, конечно же, PA32KCX. Наш 8K HDR монитор с технологией MiniLED. Еще один монитор это 5K 27 дюймов, PA27JCV. А мы переходим к линейке наших серверных продуктов, профессиональных рабочих станций. И вот здесь как раз-таки такая сборка. Она собрана Overclockers UK компанией и энтузиастом 8PAK. Как раз-таки здесь можно посмотреть, как используются технологии по максимуму. Такой, получается, вычислительный графический сервер в виде десктопа. Ну а за моей спиной, наверное, самая дорогая вещь, самый дорогой продукт, который представлен на этой выставке. Это графический сервер. Он называется ECS-IPOD. Графический сервер, предназначенный для работы с искусственным интеллектом. И в его основе, конечно же, лежат графические процессоры GB200 от NVIDIA. Это просто самое топовое и технологически крутое решение, которое доступно на рынке на сегодняшний день. После того, как вы увидели эту штуку, все шутки про то, что вы хотите продать почку, чтобы себе что-то купить, или про крыло от Боинга неактуально. Эта штука стоит очень дорого. Напишите в комментариях ваше предположение, сколько она стоит. И здесь посмотрите. Несколько... Вчера был Дженсен Хуан. Приходил он оставить подпись свою на нашем сервере. Вот он здесь. Ту-супер Асус. Дженсен Хуан расписался. Стояла огромная толпа, которая просто фотографировала его. А даже сейчас Хуан ушел, а люди все еще продолжают стоять фотографировать. Представляете, насколько наследие. И еще посмотрите просто, как включаются кнопки. Вот это сразу видно, что что-то серьезное. Кстати, корпус кулер-мастер. А, и давайте еще отдельно посмотрим систему охлаждения. С другой стороны она здесь видна. Тут тоже большое количество людей, которые стоят и смотрят. Ну вот, давай сейчас покажем вкратце небольшую такую... Ну, вот как-то вот, вот это вот такие шланги, вот рукой, вот сравнение, да, посмотрите. Вот вентиляторы, вот такие. И вот тут просто, как это все заходит. Да, такую дома сам не соберешь. Разъемчики, да, просто невероятные какие-то. Отдельно хотели бы рассказать, как стойка выглядит внутри. Вот здесь сам графический процессор представлен на материнской плате. Посмотрите просто, какого он размера. Ну, на самом деле, неудивительно, все-таки мощность и производительность тоже соответствуют размерам-то. Ну, и система охлаждения внутри вот так выглядит. Огромный массивный радиатор. Наверняка он еще и тяжеленный просто. И внутри одной стойки может быть до двух графических процессоров размещено. Ну, и вот сама стойка, она просто, вот посмотрите, насколько все упаковано здесь, сложено. Просто заслуживает отдельного уважения и респекта инженера, которые все это собрали так компактно. Ну, вот и все. Мы показали вам все главные и крутые новинки Asus с Computex 2024. И на этом мы будем заканчивать наше видео. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Пишите в комментариях, что вам понравилось больше всего. Субтитры сделал DimaTorzok